Ребята, а в кроватке сейчас кайфово, да? Тепло, мягко, приятно. Лежишь и в планшетике смотришь видосики. Ура! Я не один-то. Всем физкульт-привет. У нас второй день. Время 7 утра, 3 минуты. Пульс 80. И мы снова на пробежке. Погода градусов, наверное, 8-9. Легкий ветерок сегодня так немножко свежий поддувает. Что хотел сказать. Самочувствие после вчерашнего достаточно комфортное. Немножко ножки подзабились. Ну, не подзабились, побаливает, естественно, мышечная боль. На самом деле приятная боль. Хотел сказать новичкам, кто будет начинать. Не надо это делать сразу. Как встали с кровати, да? И побежали. Надо все-таки обязательно давать минут 30 давать своему мотору прогреться, да? Естественно, будет повышенный износ двигателя, да? Если вы сразу на холодную поедете. То есть проснулись и дали хотя бы полчасика разогреться моторчику. Обязательно попить водички. Я уже много лет, лет, наверное, 10, если не больше, каждое утро пью бокал воды, миллилитров 300, с ложкой меда. Вот. Ну, надеюсь, что помогает. Чувствую себя, по крайней мере, комфортно. А на ночь, наоборот, лучше выпивать тот же бокал молока с той же ложкой меда. На ночь мед, наоборот, успокаивает. Особенно с молоком. Любую, опять же, пробежку надо начинать не с быстрого старта, а спокойно. Вот даже пройтись метров там 200-300 шагом, а потом перейти на бег. Причем на легкий бег. Не надо изнурять себя. Это должно быть в удовольствие, а не в напряг. Ну, ладно, побежали. Буду отрывки вставлять. Вчера пропустил медведя. Не показал вам. О, какой медведь. Значит, бегу уже минут 7-8. Все не потяжелее. Но потяжелее в плане физики. Дыхалка нормально дышит. Ноги подзабиты. Чувствую забитость. Тяжеловато будет первую неделю. После первой должно быть полегче. Надеюсь, не сдаться. Потом вам расскажу, как это у меня. Ну, а как известно, надо продержаться первый месяц. А потом типа начинается уже привыкание автоматическое. Ну, вот надо выдержать этот месяц. Старайтесь, естественно, при беге дышать носом. Вот. Если ваша дыхалка носом не справляется с вашим ритмом, значит, сбавляйте темп. То есть выбирайте такой ритм, чтобы дыхание через нос вы успевали делать. Добежал пока до своего места. Ну, пока это мое место. В будущем посмотрю. До сюда буду бегать или, может быть, дальше. Думаю, видео выпускать по поводу пробежек раз в неделю и рассказывать о своих достижениях. Ну, вот. Каждый день снимать, конечно, тяжело, да. Ну, в первую очередь, разговаривать, дыхалка сбивается. Сейчас, опять же, разминочка и обратно. Разминку сделала минут 8-10. Пульс держал в зоне где-то 120-130. Вот. Сейчас шагом минут... Ой, метров 50-100 и бежим домой. Так, сейчас постараюсь подготовить некий комплекс, который... Ну, как бы, чтобы была разница, да, до и после. То есть что-то поделать вот сейчас сначала с первых дней тренировки там сколько там отжиманий, подтягиваний, там на пресс-движений. еще каких-то силовых. Вот сейчас подумаю и постараюсь это записать. То есть, сколько я делал это в начале занятий спортом и сколько будет там через месяц, через два, через полгода и через год. То есть, эти показатели, соответственно, по этим упражнениям должны реально увеличиваться. Только надо еще протянуть эти полгода или год. Сам говорю, и себе не верю. Но посмотрим. Я добежал. Последние метров там 200-300 переходим на ходьбу. Надо восстановить дыхание. Пульс 150. Сейчас снизим. Вот. Принимаем душ желательно контрастный. Завтрак и на работу. Да, народ, если не поднимаетесь на занятия спортом, хотя бы съешьте какой-нибудь фрукт и не выкурите сегодня лишних пару сигарет. Да, ребят, я это сделал. Вторая пробежка за плечами. Ну все. Физкульт привет. До новых встреч. Да, и подписываемся, лайкаем, пишем комменты.